Нам такие фильмы не нужны, потому что они воспитывают дурной вкус. Вы что, не видите, что это абсолютно художественно несостоятельно? Мы, кинематографисты, чуть ли не начали такие преобразования в стране. Кино открыло вот этот ларец Пандоры. Такая встряска должна была быть. Сто процентов. Хотя я нифига в этом не понимала, но интуиция работала. Я абсолютно уверен в том, что это была тщательно подготовленная история. Мы были, конечно, несусветными идиотами. Критики вообще последние в любом списке. Очередное десятилетие подходит к концу, и мы подводим его итоги. А заодно обращаемся к итогам более глобальным. Ну и среди прочих цифр и данных, которые нас пугают, по официальным данным, 68 российских фильмов в 2019 году вышло в прокат. Из них 60 не окупились. Ну, казалось бы, нас не должно это волновать, потому что окупаемость – это не самый интересный показатель для разговора о кино. Все-таки кино для нас – это, прежде всего, искусство. Однако, конечно, это говорит о том, что зрители не хотят смотреть отечественное кино. Их недостаточно много, при том, что залы иногда забиты людьми, но эти люди смотрят другое кино. Иногда какие-то блокбастеры, отечественные или голливудские, ну, в любом случае, только 8 картин смогли вернуть потраченные на них деньги. И что это значит? Об этом мы будем говорить в том числе сегодня. Но для этого попробуем отмотать пленку назад и вернуться к событию, с которого не то что все началось, но которое стало очень важной точкой отчета. Сегодня мы обращаемся к Пятому съезду Союза кинематографистов 13-15 мая 1986 года. Конец советской эпохи, смерть советского кино. Было ли это смертью или нет, будем выяснять в рамках нашего круглого стола, который проводит журнал «Искусство кино». Я представлю наших сегодняшних участников. Елена Михайловна Стишова, киновед, историк кино, редактор постоянной журнала «Искусство кино» и делегат Пятого съезда кинематографистов. Андрей Степанович Плахов, наш коллега, постоянный автор «Искусство кино», кинокритик, киновед, обозреватель газеты «Коммерсант» и руководитель секции «Кинокритики» Пятого съезда кинематографистов. И Вадим Юсупович Абдрашитов, советский российский режиссер, делегат Пятого съезда. Вести этот разговор буду я, Антон Долин, кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино». В начале 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Сергеевич Горбачев. С 1987 года пришла пора перестройки и гласности, политики максимальной открытости в деятельности государственных учреждений и свободы информации. Ну а пока мы в 1986, до перемен остался ровно год. Давайте начнем с предпосылок. Я цитирую статью наизоркой и вспоминаю, собственно говоря, вот этот самый 1986 год. На дату начала этого года, 1 января 1986 года, в всесоюзном прокате находится более 4 тысяч полнометражных художественных фильмов отечественного производства. Однако зрителя устраивали далеко не все, собственно говоря, это чувство неудовлетворения, недовольства тем, что показывают на экранах, оно нарастало. И в 80-х годах тогда Даниил Дондурей, который после этого стал главным редактором «Искусство кино», почти четверть века руководил журналом, попросил студентов-киноведов третьего курса в ГИКа попробовать описать картину российской действительности, как она предстает в фильмах. Вот некоторые цитаты из этих высказываний. «Все новое, даже если это лучше, воспринимается как худшее, как лишнее, негативное, как абсолютный обман. Новому не доверяют. Успех и богатство у нас смертный грех. Уважительнее и благороднее быть бедным и несчастным. Счастья в российских фильмах давно нет». Но некоторые из этих высказываний звучат, как разговор о сегодняшнем российском кино. Вот это понятие «чернухи», совершенно субкультурное, наше специфическое, непереводимое, оно формировалось примерно тогда. Ну и, конечно, разговор о недоверии новому. Мы видим, как российское кино сегодня живет в прошлом, обращается к нему постоянно и не может от него отлепиться. Давайте начнем с воспоминаний о том, что это были за фильмы. Назвали 4000 полнометражных художественных фильмов, это гигантское количество. Что вообще люди смотрели в кино тогда, в том десятилетии, в том году, когда наступил этот переломный, перестроечный 1986 год? Люди смотрели то, что им показывали. Среди этих 4000 фильмов, про которые говорит Ния Марковна, она делает, кстати, отдельный списочек, что не фильм, то шедевр. Были хорошие фильмы, даже отличные фильмы, я говорю про российские. Но, опять же, возникает вопрос, от чего все было мало? Да, конечно, потому что уже к этому времени было абсолютно четкое сознание, что мы живем за железным занавесом, что мы не видим того замечательного, что производится на Западе, в Америке. И мы об этом знали, потому что информация, она вездесущая. Мы знали об этом. Но мы, кинематографисты, были в лучшем положении, потому что, ну, скажем, мы, журналисты журнала искусства кино, мы были приобщены к первому отделу Госкино СССР. Это был такой замечательный отдел, куда сдавалась каждая копия, принятая Редсоветом или Госкино. Она, конечно, была не для нас, эта копия, а для членов Политбюро, если вдруг им взбриндить, посмотреть какой-нибудь фильм, чтобы немедленно он был доставлен. Мы эти фильмы получали, то есть мы смотрели и советское кино, и в качестве вишенки на торте довольно редко нам показывали зарубежное кино, которое всё-таки в каком-то количестве, в каких-то иногда замечательных образцах, было в Госкино, и с него делались, как бы сейчас сказали, пиратские копии. Оно было в ужасном виде, но, тем не менее, мы всё равно это хавали. И, конечно, это совершенно сшибало с ног, и было совершенно ясно, что какая-то огромная пропасть лежит между западным кинематографом и нашим кинематографом. Андрей, скажи, пожалуйста, как сотрудник периодической печати и человек, который через неё общался, может, с более широкими кругами читателей, чем журналисты искусства кино и киноведы, до какой степени осознавала публика широкая вот этот дисбаланс между тем, что такое мировое кино, и тем ассортиментом, который был на наших экранах. И действительно ли публика жаждала нового кинематографа, отечественного, заграничного, какого угодно ещё? В начале перестройки, то есть ещё даже, можно сказать, что перестройка не началась, но уже какие-то были как бы сигналы её, когда пришёл Горбачёв, и что-то такое стало брежжить, как бы и в масс-медиа в том числе, некие намёки на возможную свободу или либерализацию. И вот тогда появилось несколько статей, одну из них написал журналист Юрий Гейко. Называлась она «Зачем пришла к нам Анжелика?». Речь шла об фильме «Анжелика Маркиза Ангелов» в французском фильме, который с точки зрения автора статьи представлял из себя такое очень вульгарное, примитивное, коммерческое кино, которое совершенно не нужно нашим зрителям. Ну, с этим, конечно, можно поспорить. Собственно, в этой «Анжелике» ничего ужасного не было, как мы сейчас понимаем. Прости, что я вставлю маленькую ремарку, как бы сноску, что ведь книжки про Анжелику их было огромное количество. Две всего были переведены на русский язык и пользовались сумасшедшим спросом, как нечто среднее между Дюма или очень любимым русским народом Морисом Дрюоном и чем-то почти порнографическим, хотя они были очень-очень невинными. Ну, понятно. В общем, это такая массовая культура, которая, разумеется, нужна и которая востребуема при любом режиме, в любой стране, в любой точке. Именно она к нам и пришла, это. Да. И, тем не менее, тогда пафос вот этой статьи и вообще вот подобных высказываний заключался в том, что нам такие фильмы не нужны, потому что они воспитывают дурной вкус, а нам нужно воспитывать хороший вкус зрителей, поэтому нам нужно показывать хорошее кино, условно говоря, в фильме Феллини, Антониони, Гадара. Ну, у Гейка это не было прописано, но за кадром можно было, как бы, за контекст, можно было прочесть именно так. И, действительно, очень многого мы были лишены и в коммерческом кино, и коммерческое кино американское доходило какими-то урывками, какими-то там своими жалкими фрагментами, и не говоря уже о художественном, настоящем кино, авторском кино, которого мы просто не видели. Что происходило в российском кино параллельно? Параллельно формировался свой российский Голливуд. Между прочим, не будем забывать, что в 80-м году фильм «Москва слезам не верит» получил Оскар, неожиданно для всех, включая самого режиссера. И этот фильм собрал, так же, как фильм «Пираты 20-го века» или фильм «Еще было несколько таких» «Экипаж» и других коммерческих фильмов, они собрали аудиторию порядка 100 миллионов человек. Вы представляете, что это такое? Я вообще даже не представляю уже сейчас. Ну, сегодняшняя Россия, это невозможно себе представить. Да, при этом, предположим, например, я знаю, что фильм «Отара и Васильяния» «Жил певчий дрозд» собрал аудиторию около 5 миллионов человек. Это считалось чудовищным провалом. То есть фильм получил какую-то четвертую категорию, работники, которые его делали, не получили премии, и так далее, и так далее. Это был страшный коммерческий провал. Сейчас, как мы понимаем, если фильм собирает 5 миллионов, это один из величайших рекордсменов нашего проката. Вот как изменилась ситуация. То есть сравнивать это очень трудно, потому что действительно это была другая страна, другая аудитория, другая публика. Люди ходили в кинотеатры с семьями, это была привычка, это была традиция, и при этом же везем... И кинотеатры были везде, а билеты не стоили почти ничего. Да, билеты не стоили почти ничего. Других развлечений практически не было, ни ресторанов доступных, и таким образом люди вынуждены были толпами идти смотреть это кино. В чем была проблема перед пятым съездом? По поводу коммерческого русского кино было очень много споров, но между тем было понятно, что внутри страны, внутри нашей кинематографии тоже не все благополучно, далеко не все. Талантливые фильмы лежали на полках или не могли получить прокат. Например, Герман, Панфилов, зовем там нескольких ведущих режиссеров, Климов, Кира Муратова, не говоря уже о Сокурове. У каждого из них были полочные фильмы. Сокурова вообще все фильмы лежали на полке. С другой стороны... Надо еще тут объяснить нашим зрителям и слушателям, что такое полка вообще значит. И почему так получилось? Ну, о полке мы, наверное, поговорим. Ну, это цензурные фильмы, которые попали под запрет цензуры, которые были сделаны, но не были показаны. Но не были показаны. Это довольно, между прочим, странный парадокс, потому что, с одной стороны, понятно, если фильм, что была цензура советская, идеологическая, но ведь все сценарии проходили через сито этой цензуры. И они как-то проходили. Ну, не все, конечно, но те, которые проходили, были сняты, реализованы. Почему они попали на полку? Ведь вроде бы то же самое, что в сценарии, что в фильме. С одной стороны вот это, а с другой стороны, что вызывало страшное раздражение и кинематографистов, и уже и кинозрителей, это то, что некоторые фильмы, такие так называемые официозные, которые были созданы режиссерами, находившимися в привилегированном положении, они получали всегда и бюджет, они получали карт-бланш для своих постановок, я имею в виду Бонтерчука, Ростовского, ну, целый ряд режиссеров, которые все были, да, которые все были секретарями союза кинематографистов, в частности, и многие членами коллегии Госкино. Они сделали фильмы, у них были в их биографии хорошие фильмы, очень достойные, но в какой-то момент они начинали делать фильмы провальные. Вот, например, фильм «Красные колокола» Бонтерчука, который, в общем-то, был абсолютно провальным, он бы и провалился в прокате, но этому фильму создавали специальный искусственный карт-бланш, так называемые всесоюзные премьеры, приписки, когда приписывали, как бы, деньги, полученные с билетов на другие фильмы, с той же Анжелики, переписывали на фильм, условно говоря, «Красные колокола» и так далее. В общем, это была, конечно, явно нездоровая ситуация, которая во многом подготовила кризис и вылилась вот в этот вот взрыв Пятого съезда. Хочу обратиться к Вадиму Абдрашитову, но сначала сказать о том, что, конечно, я, друзья, вас слушаю, и мурашки идут по коже от невольных параллелей с сегодняшним днем. Нам кажется, что есть невероятная пропасть, и сам Андрей в этом говорит, там какие-то миллионы, и вот это великое советское кино, великий советский прокат, а тут у нас сейчас наши жалкие, но сколько нам еще смотреть низкопробный западный продукт, ведь нам нужен свой художественный, абсолютная сегодняшняя риторика многих наших чиновников или защитников их позиций. Зачем нам этот Голливуд, давайте его выбросим. Фильмы, которые продвигаются, как это двигаются, фильм «Мстители», чтобы поставить фильм «Миллиард», а народ на него не идет, народ не хочет поддерживать политику партии, правительство по поддержку отечественного кино, потому что не те фильмы поддерживают, и авторские фильмы, хоть полки и нету, которые, тем не менее, проваливаются между, как бы с целой отечественного продвигаемого блокбастерного кино и западных блокбастеров, которые люди сами хотят смотреть, и кому где нужно авторское, непонятно. Ты сказал про «Москва слезам не верит», «Экипаж» и, собственно говоря, «Пиратов 20 века», три блокбастера отечественных, которые собрали рекордное количество зрителей. Любимый мой вопрос, который я задаю своей публике на каких-то лекциях, когда меня спрашивают про советское великое кино и прокат, я говорю, знаете ли вы, какой был самый успешный советский фильм в прокате за все времена? И начинают называть эти три картины. На самом деле, главным рекордсменом была мексиканская мелодрама «Есения». Она прорвалась сквозь этот занавес, совершенно заурядная картина, которую в самой Мексике ни один человек не вспомнит, и у нас уже никто не вспомнит. Но настолько это было другим, что ответом на это было решение Госкино, а может и кого повыше, сделать наши блокбастеры, и ни один из этих трех фильмов, ни «Пираты», ни «Пираты» что-то другое, кажется, ни «Пираты» 20 века, ни «Экипаж», ни «Москва слава мне верит», не «Пираты» не «Пираты» не «Пираты» не «Пираты» не «Пираты» при всех «Оскарах». Это, конечно, говорило о многом, в частности, о публике. Вадим, все-таки... Так естественно смотрели «Есению», безусловно. Я хочу сказать, что вот почему там со зрителем стало сложнее вот в те годы, мне кажется, происходило это потому, и сейчас во многом происходит, что во времена, как бы это сказать помягче, нестабильные, во времена всякого рода перемен, зритель естественно, естественно, на биологическом уровне ищет подтверждение неких констант. Ищет, если хотите, какие-то консервативные модели на экране. Ищет консервативный, надежный способ существования героя, с которым он себя идентифицирует. Он ищет эти самые модели на экране. А их нет. А их нет. И человек в таком случае лишний раз идти в кинотеатр, чтобы очередной раз убедиться в мощи энтропии, скажем так, конечно, не пойдет. Когда вы называете экипаж, когда вы называете пираты 20 века и Москва слезам не верит, обратите внимание, так сказать, на контент этих картин. Что это такое? Это абсолютно консервативный, в лучшем смысле этого слова, модели существования отдельного человека. Отдельного человека. Это присутствие героя, не без романтического флера. Обязательно. Вспомните роль Филатова или вспомните роль, в конце концов, Альентовой в «Москве слезам не верит». Ну, а Баталов в «Москве слезам не верит». Чисто романтический образ, конструированный. А Коля Еременко в «Пиратах 20 века». Уход такого рода героев, уход такого рода моделей, мне кажется, все объясняет. Все объясняет. И уход зрителя. Вот скажите. Если у вас вот так, то вы нам не нужны. Вы, как автор фильмов, со всеми цензурными проблемами, со всеми этими препонами, с этим не железным, не знаю каким, каким-то мыльным занавесом между, в виде бюрократического заслона, между авторами фильмов и, собственно говоря, публикой. Чувствовали ли вы этот контакт с публикой, делая фильмы, работая и над сценариями, над выпуском фильмов уже в прокат, когда этот прокат был? И каким образом сформировался этот образ? Я понимаю, что это длинный, бесконечный разговор, но хотя бы в нескольких фразах антигерои, негерои, которых такое количество в фильмах, которые вы делали вместе с Мендадзе. Ведь все они, «Парад планет» это просто парад антигероев, это целый каталог, какой-то календарик с антигероями разного типа, знаменующий кризис вот этого мужского, маскулинного типа героического, тоже как будто мы говорим про 2019 год, хотя речь идет о 80-х. Впечатление, как будто это снова вернулось, этот застой, это желание перестройки, эти мужчины, которые на самом деле не мужчины, все это там уже было. Дело даже не в том, вот присутствует, на экране присутствует, так сказать, отрицательный герой. Что это такое? Это ничего не говорит никому. Вопрос отношения автора к этому герою, с попыткой объяснения, так сказать, причины его такого вот существования, такого способа жизни. Может быть, он жертва, может быть, он обманут. И если такая, в итоге, абсолютно, абсолютно такое, гуманистическое отношение, у автора есть к такому герою, к такому герою, то зритель это принимает. Это не тот случай, когда в этом смысле можно было бы назвать чернухой все эти вещи. Термин еще не родился, его еще не было. Да, ну, в общем, понятно, о чем я говорю. Термина не было, явления были, контакт со зрителями был. Та самая охота на лес, хотя она вышла малым тиражом на третьих экранах. Тем не менее, я не помню, но, в общем, она достаточно стала известна, ее смотрели. Может быть, за счет вот как раз того, о чем я говорю. Именно отношение авторского к герою. И еще, возьми, остановился поиск, где у тебя про героику. Ну, да. Чего она стоила? Да, да, да. Ну, остановился поиск, особо, что называется, разговор, хотя герой Борисова при всех, так сказать, ну, что ли, его, так скажем, при всей его, мягко говоря, экспрессивности существования, а может быть, и даже такой... Агрессивности. Агрессивности, да. поскольку он, поскольку, как бы за правое дело, он не может не быть поддержан зрителям. Остановился поиск, история такая. Значит, его показывали, он там, показывали довольно долго, мало, но долго. Он в итоге набрал там, как за какие-то там лет 7-8 набрал 10 миллионов зрителей. Для такой картины, как бы абсолютно антикинематографические, это достаточно много. Вот как раз цифра эта меня поразила. Вот представьте себе, что сейчас бы появилась эта картина. Это, конечно, очень трудно представить. Дело в том, что все настолько изменилось. Помимо прочего, эти фильмы, вот частности, фильмы Вадима Берашитова, они же обладали еще невероятно высоким уровнем качества художественного, актерской игры, режиссуры, в общем, изобразительные по всем параметрам. Потом это качество было утрачено в значительной степени. Но тогда это было, как бы, это было, конечно, выше стандарта, выше среднего уровня, но вообще существовал некий стандарт качества в советском кино, ниже которого не опускались даже плохие фильмы. Был какой-то, так сказать, порог. Вот. Это тоже очень важно понимать. Что касается успеха фильмов, конечно, и герой, какие герои могли претендовать на сочувствие зрителей или на понимание, на оценку зрителей положительного, это герои могли быть разные. Например, последним успешным фильмом советского кино стал фильм «Маленькая Вера», как вы наверняка знаете, Василия Пичула. «Интердевочка». «Интердевочка» тоже, да, кстати, тоже интересный пример, потому что это явно героини, которых трудно назвать однозначно положительными, тем не менее, они вызывали некое желание отождествиться с ними, проститутки валютные. «Золучки». «Золучки». А что касается «Маленькой Веры», то здесь, опять же, героиня была очень радикальная, очень нарушавшая как бы вот все представления о том, как надо себя вести молодой женщине. И в то же время эта героиня, даже название «Маленькая Вера» вызывало какое-то ощущение, что за ней будущее, вот эта вот вера в какие-то перемены. «Мы хотим перемен». И в этот момент общество действительно жаждало этих перемен, и поэтому «Маленькая Вера» стала воплощением этой надежды, этой мечты. А ее родители консервативные, с которыми она была в конфликте, кстати говоря, были показаны тоже, в общем-то, без осуждения, а с пониманием. Здесь чувствовалась эта глубокая психологическая традиция нашего отечественного кино, идущая еще к литературным традициям и так далее. Вот. Поэтому этот фильм и стал успешным. И опять-таки определенный знак качества. Впоследствии все это разрушилось, и началась вот эта чернуха, которая очень быстро приелась, которая уже не имела отношения к тому, о чем мы говорим. Это был уже следующий этап развития нашего кино. И на самом деле не настолько долгий, как иногда кажется. Не могу не поддаться соблазну какой-то такой генерализации, и попытки приведения этого всего в схеме, все равно это выглядит так, как некий кризис мужского мужественного героя, который стал уходить и исчезать. И мы видим, просто вы назвали эти фильмы, сразу стало ясно, как женщины, по идее слабые, в нормальном, привычном состоянии, осуждаемые обществом героини, маленькой Веры и интердевочки, фильмов, названных этими героинями, которые стали эмблемами, а не просто персонажами, как они, собственно, завершили этот советский период кино. огромным всплеском интереса к этим персонажам. Вот, на этом ставим многоточие, и сейчас перейдем к следующей части, собственно говоря, к пятому съезду. Пятый съезд кинематографистов проходил с 13 по 15 мая 1986 года в Кремлевском дворце. Это должно было быть очередным собранием работников кинематографа, где в установленном порядке решались текущие вопросы в сфере кино. В этот раз все пошло не так. На пятом съезде поменялась установленная годами иерархия. Ведущие режиссеры не стали делегатами. Сергей Бондарчук и Лев Кулиджанов. Система начинала меняться. Ну что, мы переходим к пятому съезду, и я не думаю, что все наши зрители вообще знают, что это такое эти съезды, союз кинематографистов. Сегодня это кажется каким-то атовизмом, этот разговор. Но речь идет о могущественнейшей организации, воля которой, если уместно здесь говорить о цельной воле, определяла весь ход кинематографа, а кинематограф был самым главным из искусств, и он определял массовое сознание. То есть, это было чем-то не внутрицаховым, специфическим, а всеобщим. Поправьте меня, если я не прав. Вот. И сначала я хочу очень коротко задать один вопрос и попросить короткого ответа, прежде чем перейдем вот буквально односложного. перед этим пятым съездом, который случился в 86-м году, было ли очевидное ощущение готовности к этой, ну, наверное, можно назвать какой-то революции снизу, а не сверху? Пусть она и мягкая, пусть она и бархатная, но все-таки революция. Из чего оно ощущалось? Из атмосферы. Из атмосферы. Потом, не знаю, к 86-му году уже был этот 27-й съезд партии. Там было сказано, кстати говоря, генеральным секретарем Горбачевым, принципиальным для нас является вопрос о расширении гласности. Это вопрос политический. Без гласности нет и не может быть демократизма, политического творчества масс, их участие в управлении. Вот что говорил Горбачев. Это все понятно так же, как понятно, что так звучащие слова в каких-то ситуациях остаются чистыми декларациями, а где-то становится... Нет, эти слова были приняты очень сильно. Что я могу сказать? Я уже упомянул вот эту статью Гейко. Даже как бы ничего такого уж сверх в ней не было, сходя из критериев сегодняшнего дня, но ее появление тогда было абсолютной сенсацией. То есть, представить себе такую же статью полгода назад или год назад было невозможно. Появилась, насколько я помню, также статья Владимира Мотыля, режиссера, который довольно огромный на целую полосу, не помню в какой газете, в «Комсомольской правде», что ли, который был подвергнут довольно серьезному анализу процесс кинематографический. И впервые прозвучали, по-моему, там слова о полочных фильмах, о фильмах, лежащих на полке, например, «Проверка на дорогах», «Германа лежит на полке» и так далее. То есть, уже стали какие-то появляться... Я правильно понимаю, что это была вообще внутренняя информация, что вот обычный зритель, ходящий в кино, знать не знал про то, что есть какие-то фильмы, лежащие на полке. Разумеется, не знал, но, прочитав «Комсомольскую правду», узнал. Не было же интернета, люди не знали. Да, но это стало как-то носиться в возрасте. Не было интернета, но люди знали больше. Ну, нет, какие-то знали, какие-то не знали. Об этом и речь. Ну, все-таки, был этот взрыв довольно невероятный, когда это все-таки случилось, сейчас будем об этом говорить, и полочные фильмы стали появляться в прокате некоторые, на них шли тоже грандиозные толпы народу. Хотя некоторые из этих фильмов там, ну там, 15-17 лет фильм не показывали. И вроде бы очевидно, что он должен был устареть и должен был стать неинтересным за это время. Сегодня иногда устаревшим, кажется, фильм, который три года назад запустился, и вот три года прошло, он выходит, все говорят, нет, ну это уже, это уже не работает, это уже отработано. А тут вот такой срок годности. Накопился, накопилась вот эта взрывная энергия, потому что очень долго эта бутылка была закупорена и в конце концов ее прорвало. Причем это произошло не в одну секунду, конечно. Действительно, был некий подготовительный период, даже в подготовке пятого съезда. Ведь съезд как формировался? Делегаты съезда выбирались на предвыборных собраниях, тогда еще не было гильдии, но это были секции, секции режиссуры, секции кинокритики, секции операторов и так далее. Так вот, на первой секции, на которой произошел бунт на корабле, это была секция, наша секция кинокритики. Вот тоже, конечно, поразительно. Сегодня кажется, что критики вообще последние в любом списке. Как мог бунт начинать идти от кинокритиков? Каким образом они чувствовали себя как бы вправе это начать? Может быть, дело в том, что действительно этот курс, взятый руководством на гласность, делал журналистов, любых, в том числе, кинокритиков, ну, может, и не капитанами этого корабля, но какими-то вперед смотрящими? Ну, я не знаю, вот я просто помню, Лена наверняка тоже помнит, как это произошло. Это было Витя Бажович. Да, мы сидели, мы сидели в аудитории, при этом, значит, членов партии, значит, кинокритиков членов партии вызвали предварительно на заседание партийной организации, сказали, что партия, значит, партийная, как бы, ячейка рекомендует таких-то людей в качестве делегатов съезда. Их было, например, не знаю, там 20 человек. И вот эти 20 должны были быть избранные. То есть, вот они были предложены 20, все за проголосовали, в смысле, за то, чтобы выдвинуть их в список. А потом, по-моему, по правилам должно было быть тайное голосование. Но это тайное голосование все равно бы ничего не решило, потому что было 20 кандидатов на 20 мест. Ну, это маловероятно, чтобы кого-то там забаллотировали. Это нужно было, чтобы там три четверти присутствующих проголосовали против. То есть, все это было рассчитано так, что не может быть никаких сбоев в этой программе. И вдруг наш коллега Виктор Бажович, совершенно никакой не журналист такой вот актуальный, который занимался там, а именно кинокритик, занимавшийся там зарубежным кино, итальянским кино, французским, итальянским и прочее, вдруг поднял руку и сказал, а у меня есть предложение еще этот список расширить. Вот я хочу предложить еще одного человека в этот список. Все напряглись. Он сказал, этот человек такой-то, он назвал фамилию человека, который абсолютно не представлял из себя никакого, так сказать, позиционного чего-то там, даже близко, наоборот, скорее наоборот. Но сам факт того, что был открыт этот список, вот это как ящик Пандоры открылся. Тут же стали вставать другие и говорят, а я предлагаю еще такого-то, а я такого-то, и список невероятно расширился. И, по-моему, открытое голосование мы сделали. И тогда людям пришлось выбирать, выбирать, значит, 20 человек из 40 или из 50, а это уже совершенно другая история. И в результате этого голосования Баскаков, не знаю, там, Караганов, секретарь союза, вообще идеолог, и другие важнейшие, так сказать, деятели партийной кинокритической элиты были забаллотированы. Потом то же самое повторилось на секции режиссуры. Ну вот я хочу, чтобы теперь Вадим рассказал, потому что, конечно, в отношении режиссеров это совсем сакральные уже какие-то священные коровы и иерархии, которая, наверное, оказалась до съезда совершенно не сдвигаемой. Она есть, если кто-то рулит, он будет рулить до тех пор, пока не сойдет в гроб или пока начальство не решит, что пришло время как-то его поменять. Да. Ну я думаю, дорогие друзья, что тут я с вами вот в этой точке разойдусь. Давайте. Потому что, конечно, это вполне естественно, демонизация Пятого съезда, так сказать, революционеров чуть ли не профессионалов, которые там что-то очень много изменили и прочее, прочее. Путь. Мне кажется, это достаточно в значительной степени лезть самим себе. Мы, кинематографисты, чуть ли не начали такие преобразования в стране. Я абсолютно уверен в том, что это была тщательно подготовленная история. Представить себе, что власть просто так, посмотрим, что из этого выйдет, отдала кремлевский дворец, так сказать, на растерзание. Мне кажется, это, ну, как минимум, недальновидно и необъективно. такая встряска должна была быть. А кинематографисты самые те люди с именами очень популярные, их фильмы смотрят и любят, их знают, как никого более. Хорошо, если они попробуют что-то сделать, любопытно. А мы, у которых мы, которые наверху и которые, значит, дальше поведем страну, все-таки любопытно, как вот на этом уровне все это дело пройдет. То есть это был полигон такой получился? Разумеется, конечно, разумеется. И вот, отвечая на ваш вопрос насчет того, вот там вот чувствовалось что-то такое, чувствовалось, вот были какие-то предпосылки. Ну, разумеется, но они сходили не изнутри, не изнутри. Были сигналы сверху? А были, как бы это сказать, не то, что спровоцированы, но инициированы во многом внешними обстоятельствами. Конечно, когда главный начальник говорит, что больше гласности, естественно, в любом уровне, в любом цеху, в любом союзе кинематографистов, естественно, это можно повторять, нужно повторять, даже цитировать его, как классика партийного вождизма, так скажем, хотя бы так, и, значит, заставлять сообщество повернуть все эти рельсы в сторону гласности. Я повторяю, абсолютно уверен, у меня есть на это основания, как таковые просто, основания. И результат пятого съезда тоже, в общем, был просчитан и, что называется, подсказан безусловно. Это ничего не меняет в раскладе том, в котором в итоге мы получили. Но для того, чтобы понять, что это такое было, мне кажется, что вот такую точку зрения тоже надо бы иметь в виду для, так сказать, общей объективности как таковой. В гильдии режиссеров, естественно, произошло то, о чем говорит Андрей, конечно, и, значит, там очень, очень рьяно как-то мы все получили, там что-то, я имею в виду, получили голоса, а те, кто не получил, а это все, тоже отцы-основатели, это невероятно, что Сергея Федоровича забаллотировали, невероятно просто. Ну, это, так сказать, перегиб, безусловно, перегиб, безусловно, наступала, наступала новая биологическая, в биологическом смысле новая волна, новое поколение, и нужно было, конечно, стариков отодвинуть, конечно, называть их генералами, безусловно, справедливо, секретарское бюро, но уже самим хотелось что-то такое оторвать. Это, конечно, не революция, а переворот, который, значит, наверху в качестве эксперимента был продуман и проведен. К огромному сожалению, к огромному сожалению, наверное, сейчас это дико вообще слышать и дико говорить, но тот, та безумная наша, наша, я имею в виду, кинематографическая, неграмотность политическая, неграмотность идеологическая, неграмотность юридическая и экономическая, которая, значит, привела к тому, что на ура была принята идея рынка в искусстве, что вообще, говоря, безумие, просто безумие. Уж, казалось бы, творцы должны были бы наоборот утверждать, что только с государственной поддержкой может существовать искусство, как таковое, а кинематограф, наверное, в первую очередь, ввиду финансовой, так сказать, емкости всех этих самых затрат. Вот, что должны были отстаивать художники, конечно, вот, что должны были отстаивать они, но мы ринулись в рынок, до конца не понимая, что это такое. И вопрос гейка, зачем пришла Анжелика, он уже отпал сам по себе, потому что стало ясно, для чего, как для чего, для кассы. И появилась масса, как вы помните, огромный ряд картин, которые были куплены для кассы. А потом, помните, что получилось, и мы, собственно, руками стали делать картины для кассы. Качество вы этих картин, конечно, помните. Так, друзья, давайте не переходите все еще к будущему, да, побудем немножко в настоящем. Наши зрители, я уверен, понятия не имеют, что это был за пятый съезд, что там произошло. Можно попробовать емко, коротко рассказать, в чем была его революционность, что, собственно говоря, там случилось? Ну, я могу рассказать, но, конечно, я должен сразу сказать, что у меня совершенно противоположная точка зрения на пятый съезд, чем у Вадима. Единственное, чем могу согласиться, что было противоречие в намерениях творцов, в их стремлении к высокому уровню искусства и вообще к обновлению отечественного кинематографа, что было сверхзадачей Пятого съезда и его инициаторов, ну, я имею в виду, его активистов, что ли. Но противоречие заключалось в том, что вместе с тем они действительно открыли дорогу рынку. Дело в том, что эти люди, ну, я имею в виду, прежде всего, Лема Климова, но не только его, те люди, которые делали погоду вот и на пятом съезде и сразу после него, и, по-моему, Вадим тоже был в их числе, они были романтиками. Но будучи романтиками, как бы, ну, романтиками, может быть, в кавычках, но все-таки, они представляли себе именно так. Им казалось, что вот стоит вот убрать вот эти заслоны бюрократической цензуры, вот эту вот редактуру ужасную, вот эту вот бюрократическую студийную систему, советскую, которая существовала, и дать художникам свободу, и они станут снимать сразу же прекраснейшие фильмы, а народ, публика, побежит в кинотеатры смотреть эти фильмы. Фильмы Сокурова, Тарковского, Феллини, Фассбиндера, которые хлынут на наш экран. Стоит, значит, вот опустить этот железный занавес и показать хорошее западное или восточное кино, все это будет иметь невероятный успех. Андрей, секундочку, но ведь был период, когда так и было? Совершенно верно. Этот период настал. Как будто бы подтвердил эти предположения, но он был очень коротким. Люди насытились этим, посмотрели, да, что это такое за Фассбиндер, поняли. Дальше пошли смотреть опять тоже Анжелику или какую-то там Анжелику, два или три. Публика не приспособлена к тому, чтобы бесконечно смотреть вот такого рода артхаусное, как мы теперь его называем, кино и так далее. В общем, здесь было очень много противоречий в этой концепции активистов Пятого Съезда. И тем не менее, я остаюсь при своей точке зрения, что это было грандиозное событие, которое при всех своих сложностях и противоречиях все равно было невероятно важным, своевременным, прогрессивным и открыло нам дорогу в какую-то другую реальность. Другой вопрос, как мы воспользовались с той свободой, которую завоевали. Но мы ее завоевали с одной стороны, с другой стороны, конечно, в каком-то смысле Вадим прав. Это была и дарованная свобода сверху тоже. Я прекрасно понимаю, что Ильям Климов, хотя он был действительно на демократическом путем избран, и все, но он нашел поддержку в последний момент в этих партийных эшелонах. не в последний. Не важно. Естественно, у него были свои сторонники. Ведь в ЦК и вообще в этих партийных структурах тоже все было неоднородно. Там шла борьба. Как вы знаем, с одной стороны был Легачев, с другой стороны был Яковлев, Александр, который, собственно, Александр Яковлев, конечно, грубо говоря, крышевал вот эту самую кинематографическую перестройку. Если бы не он, ничего бы, наверное, не произошло, или ее бы задавили, или не знаю, что бы там было. Все это было взаимосвязано с общей общественно-политической борьбой в стране. Но так получилось, вольно или невольно, что именно кинематографисты оказались в авангарде этой борьбы и сыграли в ней действительно очень важную роль. Лена, вопрос главный здесь. Мы имеем, на самом деле, две позиции. Если их немножко радикализировать, переформулировав, то Вадим говорит о том, что кино открыло вот этот ларец Пандоры рыночного отношения к себе, и кино сразу перестало иметь право быть искусством. Оно обязано было хорошо продаваться, а если не продавалось, то уже и исчезало. Ну, если я правильно как бы это формулирую. Совсем не сразу. Да? Ну, не сразу. Андрей, напротив, говорит, что был открыт другой ларец, ларец свободы, которой до этого не было, и это была позитивная революция. Я согласна с Андреем, но я очень прислушалась к конспирологической теории Вадима. Ну, оно не полностью конспирологическое, мне кажется, что есть... Ну, он свои источники не огласил тут. Так, хорошо. Но не забудем, пожалуйста, что помимо Легачёва и ещё, значит, кто-то там торпедировал, никто же не реформировал КГБ. И был Крючков. И вокруг него, значит, комарили, и они ждали, и дождались своего момента, и это произошло достаточно скоро, как мы помним, да? В 91-м, когда произошёл путь, ты имеешь в виду? А? Ну да. Ну да. Ну да, это же достаточно быстро было. Но то, что говорит Андрей, я с этим совершенно согласна по тому настроению, по той невозможной, совершенно болезненной эйфории, мне кажется, которая охватила тогда наше сообщество. Эйфория была связана с чем? С возможностью высказаться без цензуры? Да, вот с тем, что вот мы получили эту свободу, и теперь она нас радостно встречает у входа, и далее всё пойдёт как по маслу. Ссылаюсь сейчас на Вадима. Мы были, конечно, несусветными идиотами. Люди, которые прожили всю свою жизнь в стране, не имея экономического сознания. Ну, может, ты его имел, поскольку ты технарь, но я его точно не имела. Это была страна внеэкономическая. Но большинство людей искусства, поскольку до этого не были и допущены, они точно этого сознания не имели. Их просто туда никогда не пускали. Андрей Канфриима не надо, естественно, и делать. хотя я нифига в этом не понимала, но интуиция работала. Когда у нас было бесконечное, вот такое, как французский парламент, бесконечное заседание, как ты помнишь, секретариата, в этом конференц-зале, оттуда вырывались клубы дыма, там сидели 30, или сколько у вас там было, секретарей, думу-думали. В этом было что-то такое совершенно эпическое, гиперболимическое. Но когда еще, значит, в белый зал, значит, все залетали и начинали, вот я хочу студию, вот я хочу студию, а тогда сказать «нет», это было неприятно, нельзя, у нас все можно. Тут, кстати говоря, уже в 89-м году еще не было, кстати говоря, принят закон об уничтожении Глафлита, но цензуры, как таковой, у нас уже не было. Как бы мы живем без цензуры. И вдруг, я не буду называть фамилию режиссера, чтобы его не оглашать, конфликтную комиссию вызывает нам Асфильм, ты прекрасно это помнишь, по поводу фильма «Куколка». А художественный руководитель там, Ролан Быков, он держится очень спокойно, кстати говоря, он был совершенно замечательный, прагматик, все прекрасно понимал. Значит, в чем дело? Оказывается, в этом фильме есть маленькая, кстати, очень плохая сцена. Ты помнишь это или нет? Я помню фильм, но о какой сцене идет речь? Ну, там, где у учительницы роман с десятиклассником. И вот он решил, значит, показать эту постельную сцену. Ну, это, что называется, «Слезы горькие». Она снята с такой робостью, что, видимо, все тряслись, и операторы, и режиссеры, когда они это снимали. Это имело все совершенно жалкий вид. Ну, самое смештое было то, что вся конфликтная комиссия, которая пришла, значит, с намерением эту контру сейчас же размазать по стенке, как это можно, у нас демократия, у нас два... Имеется в виду размазать цензоров, которые не пускали этот фильм. А кто цензор-то? Цензор наш с крылышками Ролан Антонович Быков. И такое смятение никто, собственно говоря, не знает, как можно сказать нет. Вот это был тут невероятный случай. Да и нет, не говорите, черный с белым не берите. Ну, во всяком случае... А он стоял железно, без всяких криков, воплей. Он говорил, что... Вы что вообще? Разуйте глаза, ребята. Вы же критики там, режиссеры. Вы что, не видите, что это абсолютно художественно, несостоятельно? Это портит очень этот фильм. Как это может... Нет, я своей властью худрука, я, значит, вырезаю эту самую. Ну, по-моему, мы все сказали, нет, нет, это ни в коем случае делать нельзя. Фильм потом был на Берлинском фестивале, и, честно говоря, я не помню, осталась эта сцена или нет. По-моему, нет. Вот. Это, так сказать, штрихи к тому, какое у нас было тогда мироощущение. Мы только что... Ну, понимаешь, это как бы то, что откинулись с зоной, понимаешь? Не имея никакого опыта, ни экономического, ни какого-то другого, ни практического. Это была большая драма. Но когда происходит такая страшнейшая ломка, не только на уровне, так сказать, этих самых геологических плит, но на уровне одной отдельной личности, ну, нужна какая-то программа посредническая. Нужно как-то людям объяснить, куда они входят, что им предстоит. Ну, тут, видимо, придется сказать, что Пятый съезд стал моделью вообще, в принципе, и перестройки, и перехода от СССР к России, потому что вот этот принцип необъясненности, как история там с ваучерами, ни один человек не знал, что это слово значит. Приватизация. Никто не понимал, что это значит. И люди стали пользоваться, на ощупь пытаясь разобраться, что это за механизмы и как их можно использовать. И была какая-то крошечная горстка тех умных, которые поняли вообще и придумали. Ну, кстати говоря, и у них не у всех эта судьба впоследствии сложилась хорошо. Ладно, давайте ставим многоточие и переходим к следующей и самой важной заключительной части о том, чем все это кончилось и какие были результаты и последствия того самого Пятого съезда. Пятый съезд кинематографистов сменил руководство Союза, фактически покончил с партийной цензурой в кино, снял с полки десятки фильмов и объявил переход проката на рыночные рельсы. В десятом номере искусства кино писали о том, что это была публичная исповедь многих людей. Всего несколько дней шел Пятый съезд кинематографистов, он закончился, и получается, что после него начался другой кинематограф. Что изменилось? Что изменилось? К лучшему, к худшему. Что обещало нам то, что происходит сегодня? Я хочу начать с Андрея по той причине, что он был ключевой фигурой именно в снятии фильмов с полки. И если считать, что главным злом была назначена цензура, даже не организация всего, а именно запрет каких-то фильмов, в том числе самых талантливых фильмов, самых талантливых режиссеров, вот для этих фильмов оказалась эта плотина уничтожена. Они хлынули на экраны, люди смогли их видеть. Это было благодаря непосредственному участию Андрея, хотя и некой общей воле, как я понимаю, организованной. Немножко, если можно, об этом расскажи, и о том, как сегодня это оценивается. Когда некоторые из этих фильмов, назовем, не знаю, «Одинокий голос человека», «Комиссар», «Проверки на дорогах», фильмы, которые стали абсолютной классикой отечественного кино, и сегодня эту историю кино, даже краткую, не упоминая эти фильмы, написать невозможно. То, что произошло с полочным кино в результате решения Пятого съезда, шире, можно сказать, не только с полочным кино, потому что полочное кино это был как бы расчет с прошлым, а вот именно ликвидация цензуры и как бы новый режим, при котором стал работать наш кинематограф, это, в общем-то, и был главный итог Пятого съезда, потому что смена руководства, это, конечно, важно, но это как бы скорее все-таки технический вопрос. Могу сказать, что я об этом узнал, о том, что меня назначили вот этим председателем конфликтной комиссии, находясь в городе Тбилиси, куда я уехал сразу же после съезда, абсолютно по другим делам. Там я встретил Евгения Евтушенко, который случайно, который сказал мне, он был потрясен событиями съезда, он слышал об этом по радио, по радио, и он был в Тбилиси, и вдруг узнал об этом, он был потрясен, сказал, слушайте, но у вас же произошла революция, и вас же избрали в секретариат Нового Союза, а тут в Тбилиси лежит на полке фильм «Покаяние», который нужно же как-то срочно снимать или что-то с ним делать. В общем, я тоже возбужденный позвонил Тенгизу Абуладзе и Резучхизе, которых я очень хорошо знал, и мы устроили показ, такой тайный показ этого фильма, на Грузии фильм, испытали потрясение, конечно, и мы на следующий день этот фильм вывезли в Москву. Когда я приехал, я узнал, что меня как раз назначили председателем этой комиссии, это как бы за кадром было, я не знал об этом. И дальше мы стали заниматься вот этими фильмами. Конечно, среди них самые важные были, безусловно, «Покаяние», потом был фильм «Комиссар», был фильм «Скверные анекдоты» Алова и Наумова, «Проверка на дорогах» Германа, «Долгие проводы» Кира Муратова и «Короткие встречи», фильмы, все фильмы Сокурова, потому что они лежали на полке, «Интервенция по Локи», «Лес», «Мотыля», иногда какие-то фильмы, которые вообще непонятно, каким образом попали на полку. Это отдельная история, сейчас не будем об этом подробно, но если вначале мы думали, что этих фильмов, ну не знаю, 15, там не знаю, максимум 20, мы могли себе представить, о которых слышали, то оказалось, что их больше 250. Это до сих пор кажется абсолютно генерической, ненормальной, не объясненной. Там были анимационные фильмы, там были документальные фильмы, там было огромное количество фильмов республик союзных, украинские, казахские, грузинские и так далее. И далеко не все из них были шедеврами, безусловно, но не было ни одного, у которого была хоть какая-то малейшая причина, чтобы его положить. Даже вот фильм, который Лена упоминала, последствия сняты в студии Ролана Быкова, там хоть что-то, можно было о чем-то спорить. Тут, в общем, спорить было не о чем. Спорить можно было иногда только о художественном качестве фильма, но не о том, что там что-то такое вот было. Но иногда фильмы клали на полку просто потому, что цензоры не понимали, о чем речь, не понимали язык. Например, язык Параджанова. Они, ну, чувствовали, что там что-то такое вот не то. Да, что-то не наше. Да, фиалки пахнут, не тем была такая фраза. Вот, короче говоря, эти фильмы были сняты с полки. На этом наша деятельность закончилась в течение двух лет. А дальше начались конфликты вот такого рода, о котором вот упомянула Лена, когда уже начались цензурные конфликты в новых студиях или с продюсерами. Вот, например, фильм «Мастер Маргарита», который вообще лег на полку и погиб. По, так сказать, инициативе продюсера. Потому что он был неудовлетворен результатом. И что мы могли сделать? Это уже была не идеологическая цензура, это была цензура совершенно другого типа, нового этапа. Ну, надо сказать, что цензура, так называемая, если это слово здесь применимо, потому что это все-таки немножко другое, продюсера, который платит за эту лавочку, имеет право ее открыть, закрыть и вообще сжечь, это то, что в капиталистическом кинематографе, о котором так мечталось в момент Пятого съезда, являлась и является до сих пор нормой, абсолютной нормой. Даже нами любимые студии, не знаю, там студия Пиксар сегодня или там какие-то другие большие, там Warner Brothers меняют режиссера, убирают режиссера, переделывают фильм, перемонтируют, там задается интернет-петиции, не дайте, не позвольте. Но, разумеется, продюсерам, которых интересует не потерять или вернуть деньги, хотя иногда там есть и личные мотивы, отомстить режиссеру, что-то сделать, что-то не то, продюсера делают все, что они хотят. И это общемировая практика, и у зрителя ни в какой самой демократической системе никогда не было способов продавить и что-то изменить. Кино связано с большими деньгами, и это неизменяемо. Вот, но я хотел бы, пока мы не ушли в другую сторону, чтобы вы сказали хотя бы по несколько слов о покаянии. Я понимаю, что если, что может быть, просто технически так вышло, что с него началось, но ведь это поразительно, что это первый и едва ли не единственный в конечном счете, но можно добавить к этому снятый значительно позже фильм «Хрусталев. Машина» открыто антисталинский фильм, который не только был открыт антисталинским, но и имел сенсационный огромный успех. Как я понимаю, и мировой тоже, все-таки там и Каннский приз. Ну, может быть, на волне, общей увлеченности, перестройка и так далее, но все-таки этот фильм видели и во всем мире, а не только в СССР. Но в СССР это смотрели все, не посмотреть его было невозможно, хотя о нем спорили, он не всем нравился, но дело не в этом. Но как бы антисталинская волна этим фильмом очень сильно началась и, не знаю, захлебнулась, закончилась. Не то, чтобы было огромное количество фильмов в принципе о гулаге, о репрессиях, о фигуре Сталина. До сих пор эта тема кажется чуть ли не табуированной и запрет Госдумы на показ иностранного фильма «Смерть Сталина» кажется продолжением этого негласного, никем не произнесенного табу. Извините, я не могу этим не поделиться. Сегодня утром в Фейсбуке наткнулся на фотографию, от которой стало не по себе. Человек пришел в буфет русского музея в Петербурге, на выставку Репина пришел, купил себе капучино, к нему капучино прилагалась бесплатная шоколадка с портретом Сталина. Вот. И от этого ну как-то стало жутковато. Бесплатная. Да, бесплатный Сталин. Вам в подарок специально. Вот. Замечательно. Покаяние. Ну, были, были Пиры Вальтосара. Это тоже там антисталинская тема. Пиры Вальтосара, был фильм Кверикадзе по путешествию товарища Сталина в Грузии, по-моему, так он назывался. В Африку. Да. Пардон, в Африку, да. Но все-таки это все как-то было несколько мелковато и после покаяния действительно было ощущение такое, что тема, не успев открыться, уже как будто закрылась. Это уже не носило вот такого идеологического характера. Это были какие-то в жанровом отношении. Эксплуатация темы. Да. И такие, в общем, комедийные вещи. Но просто страшный и в то же время смешной парадокс. фильм покаяния о том, что Сталина похоронить невозможно на самом деле, что он постоянно восстает из могилы, о чем и Галич в своей великой песне пел. Пока есть эти памятники в разных формах, они маршируют ночью. И кино про это. Тем не менее, в семи был принят как то, что Сталина этим фильмом похоронили и пошли дальше. Что и вернулось его возражение всего. Пошли дальше, пошли дальше как бы дорогой к храму, который нам этот фильм как бы завещает. Вот. Но если мы смотрим фильм «Левиафан», который закрывает другой этап отечественного кино, то видим, что храм таки был построен, дорога привела к храму, но построен не там, не теми, не с этой целью. Что это совершенно не тот храм, за который стоило отдавать жизни или там жертвовать чем-то. И кому именно там молятся, тоже большой вопрос. в общем каким-то башкам. Опять-таки, может быть, там уже Сталина. Тут мы должны переходить уже на какие-то историосовские, философские обобщения по поводу состояния сознания, коллективного сознания. Ну, мы именно об этом и говорим на всю дорогу. В тот момент. Понимаешь? Почему, собственно, кстати, в это же время выходит запрещенная литература, выходит Гроссман. Конечно, мы говорим о кино только потому, что мы выбрали говорить о кино. Если это было глобальным процессом, это понятно. Выходит Гроссман, который был экранизирован всего лишь два года тому назад. Выходят Дети Арбата. Выходит еще куча литературы. Вот, казалось, хватай и моментально ее делай. Это не случилось. Неготовность была к этому. Внутреннее неготовность. Ну, Дети Арбата точно так же как покаяние прочитала вся страна. Не было людей, которые не прочитали. Прочитала, да, дорогой. Но где фильмы появились 10-15 лет спустя. Ну, мне кажется, что кинематограф устремился в тот момент. Это то, о чем мы скучаем сегодня. Сегодня мы говорим с тоской, что наше кино боится современности, не знает, как с ней обращаться, не умеет о ней говорить не фальшиво. А когда умеет, то это моментально как-то было с тем же Левиафаном вызывает раскол в обществе и ненависть у многих. Все неправда, это не так, вы очерняете. Вместо этого уютно обращаются к прошлому. Будь то движение вверх, допустим, большое, марширующее, государственническое или малюсенькая, симпатичнейшая война Анны. Все равно прошлое, прошлое, прошлое. Глаза обращены назад. Но в тот момент, наоборот, всем было интереснее «Здесь и сейчас». Та же самая маленькая Вера или Асса, фильмы, ловившие этот «Здесь и сейчас» и показывавшие его. И, конечно, разбираться со Сталином тогда казалось, ну зачем, уже все, похоронили, и к храму уже идем, давайте посмотрим, что вокруг нас. Что, разве было что-то в этой общей презумпции ложное, или это было вообще единственным возможным путем? Его-то никто не направлял, никакой генсек не сказал, сейчас все снимаем фильмы про «Здесь и сейчас». Про это люди хотели снимать и люди хотели смотреть. Возвращаясь к покаянию, еще два слова, этот фильм, конечно, не случайно возник в Грузии, заметим, а не в России. Конечно. Во-первых, в Грузии был такой человек, как Шеварнадзе, который... Курировал и прикрывал. Курировал и прикрывал, да. Она же делалась на телевизионной студии, была спрятана. Да, и пленка была спрятана на студии, его сил не хватило на то, чтобы ее легализовать, но хватило на то, чтобы снять этот фильм, и он там был. Действительно, грузинское кино было совершенно особенным вот в картине всего советского кинематографа, и там была какая-то и своя степень свободы, и своя степень солидарности, и в общем, много чего. И даже политические фронты, как мы видим. Да. Но хорошо, покаяния уже прошли. Дальше, ну, с моей точки зрения, это выглядело примерно так. Действительно, упала вот эта стена цензурная, в данном случае, я имею в виду, да. И, конечно, кинематографисты растерялись, потому что, ну, не только кинематографисты, но я имею в виду, в данном случае, их. Вот мастера того же старшего поколения, которые привыкли всю жизнь работать в сопротивлении цензуре, не знаю, тут же Герман, условно говоря, он снял потом этого Хрусталева, конечно, это очень важный фильм, но все равно чувствовалось, вы знаете, с какими муками он снимал. Я знаю, что и Вадим снял, в общем, много замечательных фильмов после Перестройки, но все равно, не знаю, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что работать вот тем, кто привык работать все время в сопротивлении цензуры, и без нее, это какие-то были разные вещи, и это было в каком-то смысле сложнее, по крайней мере, для тех, кто имел вот этот совет, советский опыт. С другой стороны, те, кто не имел советского опыта, как, например, Балабанов, режиссер уже 90-х годов, который, наверное, важнейший режиссер, ему удалось создать некую другую модель кинематографа, и ему повезло невероятно, потому что, освободившись от государственной системы финансирования, он попал в руки такого замечательного, во всяком случае, в тот период, продюсера, как Сергей Сильянов, который практически, в общем, положил вот ту часть жизни на то, чтобы Балабанова протащить восквозь весь этот его путь, продюсер-товарищ, продюсер, который сам был режиссером, все это важно. А далеко не всем так повезло, в общем, потому что эти новые продюсеры чаще всего были абсолютные монстры. И сейчас таковыми являются. И, в общем, это все стало чрезвычайно по-другому и чрезвычайно сложно, поэтому каждый выплывал, как мог. И, конечно, далеко не всем удалось выплыть. Ну, я думаю, что Вадим, как режиссер, собственно, должен здесь сказать свое слово и свою дать оценку тому, что происходило. И изнутри, как человек, который делал фильмы, и снаружи, как зритель, который смотрел на фильмы коллег и на процесс рождения этих фильмов. Ну, мне как-то трудно, наверное, быть объективным, потому что у меня так получилось, что я продолжал снимать, и я снимал то, что я хотел снимать. Это было до цензуры, после цензуры. И, фактически, в общем, не шрам только на одной картине, на «Охотенный лис», а так удавалось, в общем, удалось картины спасти. Но после съезда, вот вы говорите, отменилась цензура. Это тоже не совсем так. У меня были огромные сложности, причем такого, драматического накала с запуском плюмбума. И с приемкой. Это было как раз еще, разве это уже после пятого съезда было? Запуск, прием, прием сценария был до. Это на границе где-то было. Да, на границе. Я, кстати, на съезде не был по той простой причине, что я снимал плюмбум, у меня были рабочие смены, я не мог, я не мог сказать. Но когда сделалась картина, я ее очень долго не мог сдать. Очень долго не мог сдать. Так, Владимир, уже другим постаром. Я к чему, да. Я к чему, да. Я к чему. В 91-м году. Конечно, покаяние, безусловно, это было событие не только кинематографического уровня, но и вообще всей нашей жизни, всем даже. Люди далекие от искусства, просто зрители, и далекие от зрительного зала даже, знали. По-моему, не было человека, который бы не посмотрел эту картину. Конечно, это такое событие, безусловно. Но вспомнили Шеварднадзе. Правильно. Это все равно было. А иначе как? Иначе денег помимо государства не существовало, и снять такую картину на сложном посту, но очень невозможно было. Человек от государства, в данном случае, к счастью, тогда, что касается картины, оказался Шеварднадзе. Пошли к храму. Пошли и пошли все к храму. А когда к нему подошли, оказалось, это не храм выстроен, а уникальный по красоте и комфортабельность торговый центр, торгово-развлекательный центр. Вот мы туда и попали. И тут появилось, появилось так называемое продюсерское кино, так называемое. Так появилось, и даже не то, что появилось, а материализовалась категория под названием рыночное отношение в культуре, в первую очередь, в кинематографе. И государство в общем, что поразительно, вот на сегодняшний день, поразительно, что государство, которое должно поддерживать кинематограф, занимается практически рыночными, отставит рыночные интересы. Вот мы начали с того, что не окупились картины. Конечно, это в первую очередь говорит о том, что люди не ходят на отечественное кино. Но разве так надо, разве так министерство культуры должно ставить вопрос, что вот мне не ходит, вопрос должен стоять об качестве картин, о художественном качестве. И тут еще вопрос, кто тот, кто определяет это качество? Совершенно верно. Син чиновник говорит, это что-то такое антиправительственное, наверное, низкое тут качество. Безусловно, но уверяю вас, что если бы это было бы приоритетным, интересным у Минкульта, наши критики, киноведы, историки, публицисты, писатели, безусловно, приняли бы в этом участие, разбирая, в чем дело, почему так резко упал профессиональный уровень, что можно сделать для того, чтобы вернуть кинематографу как минимум профессию. Безусловно. Но вопрос так не стоит. Вопрос так не стоит. И люди, зная, что получая деньги для того, чтобы сделать, чтобы в первую очередь сделать кассу, перестают в этом смысле работать и поддерживать киноискусство как таковое, вот так скажем. Они поставлены в такие условия. Более того, ломают художников, поручают хомерики, этому тонкому художнику, сделать, делать мегапроект ледокол. И что из этого получается? Ну, тут я хотел бы, мы не будем это сейчас долго обсуждать, нам не до того, что вот это вот поручают, мы живем сейчас не в СССР, человек всегда может тонкий художник сказать нет. Никто не представляет ему нож в горло с словами, а ну-ка, сделай ледокол. Может и не может, ему есть надо. Понимаете? Это его... Это есть. Это как раз хороший пример с хомерики, потому что, помните, был у него фильм «Сказка про темноту»? Да, замечательно. Весь построенный на нецензурной лексике, практически, которая имеет... А действие происходит в ментовке. И герои менты. Эминтессы, так сказать. Прежде всего, Эминтессы. Да. И что мы видим? Если бы сейчас к хомерике пришел с таким сценарием, что бы ему сказали? Мальчик пошел вонт. Вот и все. Это говорит о многом. Поэтому он и делает ледокол, в том числе поэтому, потому что он не может делать такое кино, которое хотел бы. У нас фактически воцарилась цензура под другим названием, под другим именем. У нас запретная реальность. У нас запретная реальность. У нас запретный реальный язык, улицы, язык, на котором изъясняются люди. Тотальная запретная реальность. При этом в сегодняшних условиях кинематограф не может существовать. В советское время было лучше в этом смысле, потому что тогда была некая система условностей, некий другой контекст, в котором даже вот при этой цензуре можно было делать замечательные фильмы. Сейчас, я думаю, это почти невозможно. И не случайно вся эта наша новая волна, пресловутая, там, начало, середина нулевых годов, за исключением Звягинцева, который с самого начала к ней не совсем принадлежал, она куда-то рассосалась. Ее больше нет. Хамерики был одним из тех. Она была смертным тазом. Да, ее просто уничтожили. Я, кстати, должен сказать среди других важных моментов, что тот же самый 1986-й исторический год, это год, когда свой самый, я бы сказал, бесцензурный, может быть, самый выдающийся фильм, «Астенический синдром», делает Кира Муратова. Фильм получает «Серебряного медведя» на фестивале в Берлине. И это первый фильм, в котором с большого экрана звучит огромный, сочный, матерный монолог. Впервые. Абсолютно, не просто бесцензурный. Из уст женщины. Из уст женщины. Абсолютно антицензурный. То есть, это вызов, это манифест. У меня один из моих сыновей, очень смешно, когда я ему было, не помню, 3-4 года, рассказывал какой-то байк и говорил, ну и какой урок ты извлек из этой истории? Скажите, если вот так по-детски задать вопрос, что есть главный урок, главный вывод, который мы сегодня можем руководствоваться в нашем общении с реальностью из истории Пятого съезда? Что это за вывод и результат лично для вас? Я не говорю сейчас об исторической значимости, которая очевидна, а о том, какую зарубку на вашей памяти, на вашем сознании оставило это событие и с какими чувствами или мыслями вы к нему обращаетесь сегодня вновь? Ну, у меня это событие оставило самое глубокое и позитивное впечатление, само событие. Ну, то, что произошло и дальше, первое, второе, следующее, десятилетие, убеждает меня в том, что на каком-то трижды проклятом месте эта перестройка ошиблась и пошла не туда. Это очень долгий разговор, но это мое убеждение. Вадим. Я повторюсь, очень показательно и доказательно видно, что процесс, начавшийся на пятом съезде, на пятом съезде, а именно, поворот в сторону рынка, так или иначе, поворот, что называется, не туда. И катастрофичен для искусства как такового. Конечно, для кинематографа то же самое. Андрей? Пятый съезд был, наверное, главным событием моей жизни, по крайней мере, на сегодняшний момент. И он подтвердил, к сожалению, ту точку зрения, что все попытки модернизации в России в какой-то момент терпят крах и происходит резкое возвращение к консервативным ценностям и принципам. Спасибо большое, друзья. Мы на этом завершаем наш, надеюсь, поучительный, увлекательный круглый стол искусства кино. Он, конечно, будет не последним. Субтитры сделал DimaTorzok